Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире итоговый выпуск информационной программы «Есэляк Парад» и сегодня вы увидите. Новые квартиры для североказахстанцев. В Петропавловске до конца года планируется строительство 12 многоквартирных домов. Курсы «Бастал Бизнес» помогают открыть свое дело. Наша съемочная группа встретилась с одной из выпускниц программы. Нарушители карантина. Более 2,5 миллионов тенге заплатили североказахстанцы за посещение общественных мест с красным и желтым статусом. Глава государства выступил с видеообращением на пленарном заседании «Мировая энергетическая трилемма-2021. Баланс компонентов, навигации изменений по энергетическим регионам», проходящего в рамках Всемирной энергетической недели и 14-го евразийского форума «Казэнерджи». Глава государства подчеркнул твердую приверженность Казахстана глобальным усилиям в борьбе с изменением климата и целям Парижского соглашения. Наряду с этим президент высказал мнение, что мир вступает в новую фазу развития. Новые технологии диктуют глобальный энергетический переход от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии. Правительство Казахстана разрабатывает ряд национальных проектов, которые будут способствовать продвижению в таких ключевых направлениях, как производство энергии, экономичное энергопотребление, цифровизация и устойчивый экономический рост. Состоялся телефонный разговор главы государства с президентом России Владимиром Путиным. Касым Жамар Тукаев поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в государственной деятельности. Президент Казахстана высоко отозвался о личном вкладе российского лидера в укреплении двусторонних отношений, которые неизменно развиваются в духе добрососедства и стратегического партнерства. По мнению Касым Жамар Тукаева, благодаря усилиям Владимира Путина Россия превратилась в авторитетную мировую державу, без которой ни одна ключевая международная проблема не находит своего решения. Главы государства условились продолжить активный политический диалог. Глава государства принял министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина. Касым Жамар Тукаев заслушал доклад о результатах деятельности ведомства. В стране зафиксировано свыше 9 тысяч чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Подразделениями Министерства по чрезвычайным ситуациям совершено более 65 тысяч выездов. При этом спасено 9,5 тысяч человек. Как сообщил Юрий Ильин, большое внимание уделяется вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций. В целях заблаговременной защиты от селей и паводков Министерство финансирует строительство селезадерживающих плотин и берегозащитных сооружений на реках Аюсай, Аксай и Харгос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В основном нарушения фиксируются в торговых центрах, рынках, магазинах и цонах. При этом, как показал анализ правонарушений, зачастую люди с красным и желтым статусом, по их словам, не выходя из дома, проверяют работу системы Ашак. Граждане просят сфотографировать QR-код в общественных местах своих знакомых и отправить его им на телефон. Далее, не выходя из дома, сканируют QR-код, чтобы проверить работу приложения. Либо дают свой гаджет для использования другим. Ашак автоматически определяет статус данного человека, и гражданин фиксируется в единой базе, как нарушитель карантина. Штраф для физических лиц 87 510 тенге. Проверить свой статус можно на сайте ashak.kz. До конца года в Петропавловске в эксплуатацию планируется ввести 210 тысяч квадратных метров. Это 12 многоквартирных домов. Распределено жилье будет между бюджетниками. Так, до начала декабря 6 новых домов появятся в микрорайоне Жасуркен и по 3 новостройки по улице Валиханово и в микрорайоне Береке. Смотрим сюжет. В микрорайоне Береке к завершению близится строительство 300 квартирных домов. Жилье будет арендно-коммунальным, без права выкупа. Работы на объекте сейчас завершены на 65%. К слову, возведением домов занимаются разные подрядчики. Строительство идет по графику и без задержек по поставке стройматериалов. Работы идут. Начало строительства в текущем году, это было в июне месяце. На данный момент мы уже подходим к третьему этажу строительства. Но в планах завершить уже в четвертом квартале данный объект и сдать уже в эксплуатацию. Также до конца декабря по три новых дома построят по улице Валиханово и в микрорайоне Жасур-Кен. В текущем году планируется ввести 210 тысяч квадратов метров жилья. Из них 107 бюджетных, 26 коммерческих, остальные ИЖС. На сегодняшний день ведется строительство 26 многоквартирных жилых домов. В этом году из них планируется ввести 12 бюджетных. Возведением нового жилья в Петропавловске занимаются шесть подрядных организаций. Большая часть из них – местные компании, которые имеют большой опыт в строительстве жилых домов и социальных объектов. Кирилл Потемкин, Рейнбек Бегужаев, Служба новостей. Все больше североказахстанцев раскрывают свои предпринимательские способности благодаря участию в программе «Бастал Бизнес». Только в этом году обучающие курсы прошли более 900 человек. Одна из выпускниц – Галина Биесенова. Мама в декрете отказалась от выхода на прежнее место работы и занялась любимым делом. Каким, расскажет Анастасия Дроняк. Могут быть базовые, вот такой вот сайс, который сейчас тоже носят с необработанным горлом. Каждый любит по себе. Этим гардеробом выпускница проекта «Бастал Бизнес» Галина Биесенова гордится по праву. Ведь каждый предмет одежды шит собственными руками. Теперь уже бывший банковский сотрудник создает трендовые наряды и радует ими модниц. А началось все в 2017 году. Уйдя в декрет, женщина долго не могла найти занятия по душе. Узнала о курсах кройки и шитья и решила попробовать себя в этом деле. Когда процесс стал приносить удовольствие, Галина поняла – это работа ей по душе. Про «Бастал» я узнала в этом году. Больше меня, наверное, на это столкнул, отправил супруг, потому что он говорит, «Галь, тебе нужно уже развиваться, нужно как-то больше расширяться. И вот есть такой курс, давай попробуем». Были онлайн-уроки, которые мы проходили. Бизнес-план также составляла с помощью супруга. То есть мы написали перечень того, что я хочу. Распошивальная машина, оверлок, пресс стоит и паровой утюг я приобрела. Сначала Галина шила наряды для своих дочек. Выпускница «Бастау Бизнес» вспоминает, как ей поступил заказ на первую женскую футболку. Дальше – больше. Сегодня у начинающего модельера немало постоянных клиентов. Одежду петропавловский дизайнер отправляет не только в города Казахстана, но и в другие страны. Героиня нашего сюжета – яркий пример человека, который рискнул и нашел себя в новом деле. Всего в этом году обучения по проекту прошли 922 североказахстанца. Из них получили государственный грант 413 человек и получили льготный кредит 413 человек. В основном выпускники данного проекта работают в сфере сельского хозяйства. Это примерно 60%. Оставшиеся 40% заняты в сфере оказания услуг. Более 8000 человек, начиная с 2017 года, прошли это обучение. В планах у Галины Бесеновой расширить бизнес, закупить большее количество разнообразных тканей и арендовать помещения для работы. А это, уверена предпринимательница, даст новый толчок в дальнейшем развитии любимого дела. Анастасия Драняк, Урал Амренов, Служба новостей. 6 октября в 22 часа 24 минуты в Петропавловске по адресу улица Капай 105 произошел пожар не в жилом частном доме, который огонь уничтожил полностью. Общая площадь возгорания 75 квадратных метров. Также в результате температурного воздействия повреждено два пластиковых окна и забор рядом стоящего жилого дома по адресу улица Капай 105А. Спасатели ликвидировали пожар в ночь на 7 октября в 00 часов 49 минут. Причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Личности зачинщиков на данный момент не установлены. Свыше 9 тысяч человек предупреждены за нарушение правил благоустройства в Северном Казахстане. Подробности в материале пресс-службы областного департамента полиции. Пластиковые бутылки, пакеты, пищевые отходы и строительный мусор. Периодически в городе возникают стихийные свалки, как правило, в частном секторе. Мусор не только портит внешний вид улиц, но и влияет на санитарное благополучие населения. Заинтересованные органы, в том числе полицейские, регулярно проводят работу по предупреждению нарушений правил благоустройства. Услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов в областном центре оказывают шесть организаций. С другой стороны, опять же, есть эти деревни. Куда их поставить? Нет, а так убираются. В рамках оперативно-профилактического мероприятия участок стража правопорядка активизировали подворные обходы в веренной территории. Задача участковых инспекторов не оштрафовать, а предупредить и разъяснить ответственность. Результаты подворных обходов показывают. Зачастую больше всего свалок наблюдается на окраинах и в зоне дачных обществ. Сотрудниками полиции было проведено рейдовое мероприятие по благоустройству города, проверены мусорные площадки по скоплению мусора, проведены беседы с сотрудниками организации по вывозу коммунсервис, коммунхоз, проведены беседы по вывозу мусора. С начала года по области за нарушение статьи 505 Кодекса Республики Казахстана по административных правонарушениях к ответственности привлечено 9256 человек. Из них 44 штрафованы, остальные предупреждены. Оперативно-профилактическое мероприятие участок стартовало в начале сентября и продлится до 1 декабря. Мадина Нуркина при содействии Пресс-службы Департамента полиции. Итоги семейного конкурса «Парасатта-Отбаса» на лучший видеоролик подвели сегодня библиотеки имени Сабита Муканова. На торжественном мероприятии наградили победителей и участников, занявших призовые места. Подробности в материале нашего корреспондента. Онлайн-конкурс «Парасатта-Отбаса» проводится по инициативе Департамента агентства по противодействию коррупции и управления образованием Североказахстанской области. Участие в нем приняли 47 семей региона. Все они подготавливали видеоролики, в которых демонстрировали антикоррупционную культуру и активную гражданскую позицию. Состоялись итоги конкурса «Парасатта-Отбаса», смысл которого был направлен на привитие для семей нашего региона принципов честности, открытости, добропорядочности и, конечно, нулевой терпимости к коррупции. Как к этому относятся дети, члены их семей. То есть конкурс проводился для учеников школ и с участием всех представителей их семи. Такие конкурсы будут проходить неоднократно. В ближайшее время состоится конкурс по стихотворениям на тематику добропорядочности, честности и, конечно, противодействия коррупции, чтобы у подрастающего поколения складывалось, уже формировалось сознание. По словам Дамира Хабибулина, подобные мероприятия позволяют с раннего возраста привить ребенку такие качества, как честность и справедливость. По статистике, такие конкурсы действительно приносят плоды. И, будучи юными, дети чувствуют некую ответственность. Ведь антикоррупционную культуру напрямую связывают с добропорядочностью, которую учат в семье. Сегодня очень радостное для нас событие. Сегодня мы подводим итоги очень хорошего, очень правильного, очень нужного для всех нас конкурса «Парасапты Адбасы». Вообще нужно сказать, что в этом конкурсе от нашей области приняло участие 47 семей. И, конечно же, в областной этап прошли 12, и сегодня мы выбираем, подводим итоги и говорим о лучших. Конечно, мне приятно сказать о том, что семья – это самое главное в жизни каждого человека. Это и основа общества. И, конечно же, для каждого из нас это фундамент. Семье Даниловых – 4 человека. Именно они стали обладателями почетного звания победителей конкурса «Парасапты Адбасы». Мать двоих дочерей и любящая жена Юлия – учитель психологии. Она уверена, основам добропорядочности детей нужно обучать с раннего возраста. Тогда они вырастут честными людьми с активной жизненной и гражданской позицией. В конкурсе нам сообщили в школе. Предложили принять участие. Затем мы прочитали то, что положение, что нужно конкретно, чтобы принять участие в данном конкурсе. Посоветовали с семьей, что мы можем показать, как мы можем эту тему, допустим, снять, о чем мы будем говорить, как это будет выглядеть. Ну и в итоге как-то, ну сколько нам, верно около 3-4 дней на это ушло, чтобы подготовить материал. Мы решили, что в своем ролике мы будем говорить о добропорядочности, о честности, о справедливости, о том, что именно это зарождается в семье и идет основа. Семья – это основа казахстанского общества. Именно поэтому сегодня активно пропагандируют обучение детей основам добропорядочности. Организаторы отметили, что впредь подобные конкурсы и мероприятия будут проводиться чаще. В этом году исполняется 30 лет независимости Республики Казахстан. Ровесники суверенного государства, люди взрослые, образованные и осознанные. Среди североказахстанцев их можно встретить в разных сферах. Все они трудятся на благо страны. Среди них и эксперт-криминалист Бахтиар Шерезданов. Подробности далее. Девушка, скажите, пожалуйста, сейчас будем составлять фоторобот. По каким особым признакам вы запомнили этого человека? Бахтиар Шерезданов родился и вырос в городе Сергеевка, района Шалакын. В детстве мечтал стать тренером, потому что хорошо играл в футбол. После окончания школы поступил в Козыбаев университет по специальности география. После службы в армии в 2016 году вернулся в Петропавловск и устроился полицейским водителем. Через полтора года он стал экспертным-криминалистом. В органы внутренних дел я поступил в 2016 году на должность полицейского водителя, автохозяйства департамента полиции Североказахстанской области. Меня назначили водителем дежурного СОК департамента полиции. Выезжая на место происшествия вместе со следователем, криминалистом, оперуполномоченными, мне понравилась работа криминалистов. Сама работа их очень интересная. Криминалист ищет подозреваемых на месте преступления по отпечаткам пальцев и обуви. По словам Бахтияры, воров можно найти в течение 30 минут. Для этого в департаменте полиции существует уникальная система, которая включает информацию обо всех осужденных или преступниках. Я оцепляю место происшествия, изучаю обстановку потерпевших и ищу следы преступников. Начинаю с улицы, следы обуви, вещественные доказательства, окурок от сигареты. Обозначаю определенными цифрами, далее начинаю производить фотосъемку и изымаю. Бахтияр в свободное время занимается спортом, но главная ценность в его жизни – это семья. Он с гордостью заявляет, что родился и вырос в суверенной стране. Айман Кузимбаева, Майгуль Силибек, Раимбек Бегужаев, Служба новостей. Это были все новости дня. Хорошего вам вечера и до скорой встречи в эфире.